Стажер, в этом сплите ты почти во всех играх играешь на кэрри-топперах. Тебе нравится это изменение меты и нравится брать больше ответственности на себя в картах? На мой взгляд, у тебя всегда много ответственности в карте. Просто когда ты играешь на всяком чизовом, скажем так, интересном чемпионе, вот я вспомнил, то у тебя просто сложность заключается в другом. То есть когда ты там играешь на Маакайе, почти никогда не бывает так, что ты не выформишь там крипчиков и что у тебя не будет предметов. Там главное дать позицию хорошей, потанчить команде, не потерять все вышки, не умереть от ганка. А за кэрри-топперы тебе нужно пытаться как бы линию выиграть, чтобы идти впереди по темпу. То есть даже очень сильные чемпионы, такие как Ирелия, могут быть очень слабыми, если они там, например, ну допустим даже у них 0 смертей, но там минус 30 крипов или там просели, или вышку потеряли, Геральда отдали. То есть поэтому, на мой взгляд, вообще сейчас матч-ап на верхней линии решает в игре примерно так же много, как и матч-ап на миде. Потому что телепорты 6 минут, потерял ТП, ваша команда, точнее, если ты потерял ТП, вы потеряли дракона с высокой вероятностью. Если ты проигрываешь один на один, вы теряете Геральда, это еще может привести к потере вышки, еще чего-нибудь. То есть, ну, в линию проигрывать сейчас нельзя. Я помню, что раньше ты очень жаловался на мету телепортов и говорил, что топ-лейн стал очень скучным. Сейчас, когда телепорт откатывается 6 минут, его нельзя отменить, стало ли мета поинтереснее? Вообще на топе сейчас играть весело, но иногда это доходит до каких-то уже очень смешных понятий, когда такие чемпионы, как Йорик или Клетт, или, например, тот же Ривен, которая сейчас с этим новым Ганквером сильна. То есть я сейчас действительно, мы как-то на доске решили выписывать чемпионов, за которых может понадобиться играть. И получилось так, что я там насчитал примерно 23 чемпиона на верхней линии, что, возможно, они именно в соревновательной игре могут пригодиться. А там же еще есть, извините, целый пласт Тимошей, там всяких Зедов, Талонов, всяких там, не знаю, Насусов и прочих чемпионов, которые обычно вообще, ну, я даже туда не перечислил. И то есть там хороший игрок на верхней линии, он действительно имеет право сейчас и даже скорее должен хорошо играть на 20 чемпионах. Понятное дело, что добиться такого результата прям очень высокого уровня игры на всех чемпионах не получится. И команды в итоге имеют разные стили игры в зависимости от того, как играет их топпер и там их лесник или мидер.